Поэтому уж я лучше помолчу сегодня. Я сегодня помолчу, я понравиться хочу. Это стихотворение Елены Казанцевой. У нее много таких двустишей. Кстати, об Елене Казанцевой. Мы же, конечно же, сейчас обязательно... Вот кто певец тяжелой женской доли. Великий русский поэт. Я ужасно горжусь знакомством с Леной, потому что благодаря ей я тоже вошла в историю русской литературы. Лена посвятила мне два стихотворения. Одно из них довольно известное. Она написала его, когда была проездом из Самары в Минск. Она останавливалась у меня в Москве. И ночевала она на таком свежекупленном надувном матрасе необычайной красоты. Она утром проснулась на этом матрасе, потребовала перо, чернила, значит, листок бумаги. Из листков бумаги у меня в доме оказалось только из тетрадки, вырванная в клеточку, листик, на котором пулю мы писали. Переферанс играли? Вот мы пулю с вечера. Вот, значит, эту пулю перевернули. И вот на чистой стороне, абсолютно ровным почерком, без единой помарки, Лена написала стихотворение с эпиграфом «Твой матрас меня потряс». Лида купила двуспальный матрас, чтобы поехать на юг. Вместе с матрасом уедет от нас верный и преданный друг. Если тихонечко этот матрас гвоздиком ночью проткнуть, может, она не уедет от нас, может, захочет вернуть этот матрас навсегда в магазин, пусть принимают старье. Где-то на юге заплачет грузин, так и не встретив ее. Вот, а второе стихотворение, оно очень печальное. Она его написала чуть позже, уже вот летом. Вернее, в августе. То есть это был июль, да, начало июля. У меня там и дата вот на этом листочке. Этот листочек я, конечно, очень бережно храню. Надеюсь, продать его потом хорошо. Второе стихотворение было написано уже в Борзовке в августе того же года. Литка-артистка, а я поэтесска. Странная пьеска разыграна нами. Синее море, короткая леска. Литка, как рыбка, а я, как цунами. Господи Боже, верни мне мальчишку, что на матрасе по морю плывет. Я зачиняю последнюю книжку. Море волнуется. Литка поет. И матрасы, кстати, видите, в каждом стихотворении матрас. Матрас — это образ очень важный в поэзии Елены Казанцевой. Потом, когда будут исследовать, наверняка этому целые посвятят труды. Вот, например, у нее есть стихотворение. «Я скучаю на матрасе лежа, что-то не идет ко мне Алеша». Ходит он с брюнеткой у Ларисы, а со мной не хочет с белобрысой. А коллеги, значит, Лену спрашивают. «А почему? Лена, скажи, пожалуйста, Алеша. Если рифма — Лежа, Сережа». Она так руками разводит, говорит. «Так ведь Алеша был». Очень правдивый художник, потому что, Лена. И Алеша, вероятно, какой-то был. И вот, наконец-то, мы сейчас переходим к Алеше и поем мещанский романс «Алешенька». Я тоскую одна денешенька, догорает в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, неизвестно куда и зачем. Я тоскую одна денешенька, даже белого хлеба не ем. А извозчик в тулупе и валюках погоняет лихого коня. Я любила и старых, и маленьких, но никто не полюбит меня. Я тоскую одна денешенька, догорают в окне небеса. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. На извозчике едет Алешенька, у него голубые глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok